Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Боже мой, Сюрик, как ты можешь рассуждать по поводу того, что ты никогда не встречал? Ты ведь никогда этих нейросетей даже не видел. Не видел, но чувствовал. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность. И новое видео по лучшей игре от Astrum Games по версии Astrum Games. Warface где-то чь-ка, да. И вот, друзья, пришло наконец-то время поговорить про нейросети. Новое поколение читов, если вообще это можно так назвать. И затрагивает, друзья, эта проблема не только Warface, это вообще бич современных онлайн-шутеров. Проблема, прямо скажем, серьезная. Потому как опытный игрок, глядя, как его убивает человек с нейросетью, может подумать, что это просто скилловый игрок. И, кстати, как ни странно, вероятно, второй, опять же, как ни странно, таковым и является, то есть скилловым игроком. Ну, а другая сторона медали заключается в том, что игроки не скилловые, теперь каждого, кто их перестреливает, подозревают в использовании этих самых нейросетей. Впрочем, последний пункт, он не меняется всю историю существования компьютерных игр. Если противник выиграл, то, вне всяких сомнений, либо он читер, либо пинг решает. Знаем, проходили. А правду говорят или брешут, что за это не банят? Ты знаешь, Капитан Очевидность, тут все неоднозначно. Действительно, некоторые говорят, что, мол, за нейросети бан вообще никак не прилетает, типа и не прилетит. Ну и, конечно же, об этом говорят люди, которые зарабатывают на этих читерских нейросетях. И вроде как это правда, но в то же время и не совсем. Поймите, друзья, на каждое действие всегда найдется противодействие. Применительно конкретно к Warface у нас многие полагают, что за это ничего не будет. И даже поговаривают, есть кибершпроты, которые этой дрянью не брезгуют. Ох, ребятки, ребятки, ничему вас жизнь не учит. Сколько таких хитро сделанных, как вы до вас забанили. Знаете поговорку? На каждую хитрую жопу найдется болт с резьбой против часовой стрелки. Или резьба и так у нас против часовой стрелки идет? Сука, я не помню. Короче, рано или поздно, ребятки, вас забанят. И забанят обязательно, поверьте. Более того, я пообщался тут с одним представителем администрации нашей прекрасной игры. И узнал кое-что очень интересное. Участились случаи обращения игротков, в том числе блогерам, с текстом типа «Меня забанили ни за что, играю в эту игру с 2013 года, я ничего не делал». Ну, вы знаете, вообще-то такое в истории случалось, да. Ошибки были. Однако сейчас эти ребятки вроде как их забанили ни за что. Этот представитель администрации, с которым я общался, получает подобные сообщения, обращается в технический отдел, а если быть точным, античитерский отдел. И там ему говорят «Ну да, конечно, ничего он не делал». Мы-то, между прочим, очень даже с высокой долей вероятности, уверены, что он использовал нейросетку, дорогой. Я у этого админа не уточнял, как они там банят, навсегда-не навсегда. Я полагаю, вначале для проверки, для каких-то уточнений, для сборки какой-то статистики, но, я думаю, драку понятно. Это скоро изменится. И бомба Лейла будет прилетать по самые помидоры. Но, как вы понимаете, друзья, это забегая вперёд. Скорее всего, я думаю, что этих голубчиков пока что в основном банят на проверку. И может только некоторых самых-самых отъявленных навсегда. А если, скажем так, посмотреть на всемировую практику, которая, кстати, пока что очень бедна, потому что, ну вообще, явление нейросетей, вообще искусственный интеллект, он, понимаете, широкое развитие стал получать только последние годы буквально. Ну а уж читерские нейросети, будем честны, это вообще новинка практически для любой игры. И помните, в Warface ситуация далеко не самая плохая. В некоторых играх нейросетевики, сука, просто всё заполонили. Это касается и Call of Duty, это касается и Apex Legends, это касается и Escape from Dark'а в какой-то степени. Ну, где-то больше этих нейросетевиков, где-то меньше. Однако, наверное, вообще сложно назвать проект, который практически не страдает от нейронов. Наверное, они есть почти везде. И пока что, насколько мне известно, самый хороший отпор им даёт такой проект, как Valorant. Да, именно эта игра. Особенность античита данного проекта заключается в том, что он прямо капитальненько так сканирует весь компьютер. Да, контролирует и отсматривает многие процессы, которые идут на вашем железе. И именно благодаря этому есть какие-то возможности, скажем так, рычаги обнаружения и избавления от данной проблемы. Я не думаю, что это работает всегда, я даже почти уверен, что нет. Но какие-то простые бесплатные нейросетки, которые используют наши новоявленные новомодные читеры-нейросетевики, они, наверное, обнаруживаются и ребятки получают бомбалейлу. Ну, выходит, лекарство всё-таки есть. Почему же остальные не идут по стопам Valorant? Легко сказать, мой друг. Да сложно сделать будет. Я думаю, что даже в Valorant есть определенные ограничения, которые действуют на античит. То есть, возможно, он не может сканировать все подключённые устройства, смотреть прямо, залазить во все процессы и так далее. Я думаю, ограничения есть по-любому. И обходные пути тоже существуют. Дополнительные проблемы, надо понимать, здесь будет, конечно же, это антивирусники. Потому что я практически не сомневаюсь, что некоторые антивирусные программы на такие античитерские защиты будут реагировать, ну, прямо скажем, не очень. Потому что есть какая-то программа, она почему-то отслеживает все процессы, идущие на компьютере, куда-то залазит, что-то смотрит. В общем, я думаю, антивирусам это очень даже может не понравиться. Как известно, собственно говоря, когда вы даже два антивируса устанавливаете на компьютер, они порой между собой начинают конфликтовать. И здесь ситуация может быть схожей. А кроме всего прочего, надо понимать, что сами пользователи могут очень неоднозначно отнестись к такой слежке за собственной персоной, за своим компьютером. Знаете, мои друзья, не каждый хочет, чтобы кто-то узнал, что он смотрит, там, аниме, допустим. Рокутагин, ты что несешь? При чем тут аниме? Ну, потому что вот этот, помнишь, учитель старших классов? Это хентай. А, да? Ну, не аниме, не важно. В общем, я уверен, что у многих пукан будет гореть, люди, знаете, мнительные, а вдруг они мои карточки информацию украдут, пятое, десятое. Ну, вы понимаете, в наше время там, да я там еще кто-нибудь, будь, да у меня там какие-то оппозиционные взгляды. В общем, люди самые разные, и они не захотят, чтобы инфу у них кто-то своровал с компьютера. Что-то о них узнал, так сказать. Что-то секретное. Они же очень важные персоны в этом мире, понимаете. Все хотят украсть их данные. Хотя, на самом деле, их данные заключаются в основном в переписке с какими-то тяночками ВКонтакте и с друзьями, с обутыльниками. Вот. И, собственно говоря, ну, больше ничего особого нет. Ну, максимум он купил там, не знаю, Доду пиццу, сука, домой заказал. Ха-ха-ха, вся информация. Ну, реально, ну, я фиг его знает. Но вот люди такие, они мнительные, они считают, что, как бы, за ними все охотятся, за ними следят. Хотя они очень, на самом деле, далеки там от реальной и политики, и криминала, и бизнеса крупного. То есть, ну, они вот опасаются. Чего непонятно, но тем не менее, понимаете. Рептилоиды уже рядом. Они специально в мейл античит, сука, что-то впишут обязательно, и это непременно будет работать. Зомбировать будут, еще что-нибудь, понимаете. Каким-то образом, сука, это будет повернуто против населения. Ну, это, как бы, ну, в общем, да. Это будет проблемно, на самом деле. Я думаю, что разработчики многих античитов, ну, будут опасаться сильно влазить совсем уж в процессы компьютера, потому что, ну, вы понимаете, тут и антивирусы, тут и законодательство может быть определенных стран. Опять же, у нас, например, скажут, ага, ну, это же слешка, ну, пятое-десятое. В общем, в общем, тот античит, который имеется в Валоранте, он как бы хорош, но я не думаю, что везде и всюду будут водить такой же, и не факт, что он прямо очень глубоко будет копать. И как же быть тогда? Как быть, это хороший вопрос. Как быть, что делать, кто виноват? Кто виноват, понятно. Виноват искусственный интеллект, сука. Восстание машин, вы поняли, они уже наступают. Как быть, что делать? Ну, тут все понятно, тут ничего сложного на самом деле. Вы не представляете, друзья, для того, чтобы отследить нейросеть, используется, внимание, правильно, нейросеть. Да, дорогие друзья, на данный момент самый плюс-минус надежный способ отслеживать действия искусственного интеллекта, его, скажем так, ассиста, помощи в игре, это использование другого искусственного интеллекта, который может прикидывать, как этот будет работать. А, кстати, как он работает, самое интересное. Дело в том, почему я сказал, помните, что опытный игрок может не понять, что его убил, скажем так, игрок не совсем честный противник. Нейросеть не видит через стены. Нет, нейросеть не видит через стены. Они могут с респы на респу стрелять, она не видит радар, как бы, да, то есть не может там видеть противников, которые скрыты на реальном радаре. Она все это не видит. Она так не работает. Она работает точно так же, как вы. То есть она видит экран. И все. И, как правило, хорошо настроенная нейросеть, она даже по большому счету за вас не целится. Она не может за вас бегать, какие-то решения принимать. Нет, это работает совершенно по-другому. По сути, вся работа нейросети это тот же АИМ-ассист, который имеется на консолях. Вот принцип действия очень схож с ними. Ну вы, наверное, знаете, что типа геймпадеров нынче в шутерах очень не любят. Если раньше они исключительно СОСО Павлиашвили делали, то в современных шутерах разработчики пошли на такой компромисс. Мы типа дадим им доводочку. Вот он наводится рядом с прицелом, рядом с головой, рядом с телом. А эта наводочка, она как бы примагничивает прицел к противнику. И дальше чуть-чуть только надо регулировать, поддерживать этот прицел где-то рядом с противником на нём. И можно зажимать. И всё. Перфекто. Споров по поводу того, имба это не имба, да нет, геймпад не имба, читы не читы. Они идут, но вообще практика показывает, что да, имба. Говорю это с полной уверенностью, можно просто посмотреть, какие результаты показывают игроки на геймпаде, игроки на PC там в Warzone, например. И да, есть игроки с ПК, которые рвут там. Да, рвут и выигрывают даже турниры, обыгрывая тех самых геймпадеров. Есть. Но проблема в том, что процент этих клавомышеров по сравнению с геймпадерами очень мал. Очень мал. То есть в целом геймпадеров всё больше на про уровне. Они показывают выше уровень, чем клавомышеры. Ну, конечно же, с включённым айм ассистом. Если его отключить, то как бы процент топовых пацанов становится исчезающим мал. Ну, кстати, на секундочку, есть и такие. Но таких вообще единицы. А теперь представьте себе, если бы игрокам с клавой и мышкой дали бы айм ассист как геймпадерам. Вы вообще представляете прямо, ну, несоизмеримость данных подходов? То есть мало того, что ты и так можешь наводиться там на головку, плюс-минус там сенсу настроил, всё, да, с мышкой. А тут тебе ещё и ассист подключают. То есть ситуация просто супер неравная по сравнению даже с геймпадерами, у которых айм ассист. Это совершенно две весовые категории разные. Тут у нас клавомышеры, три даже категории. Тут у нас клавомышеры, как бы некоторые из них прям очень сильные на уровне геймпадеров с айм ассистов. Но в целом большинство всё-таки как бы, да, с Сосо Павлиашвили. Здесь у нас геймпадеры, подчёркиваю, только с айм ассистом. Да, то есть как бы без айм ассиста там их вообще единицы прям таких мастеров. И вот здесь у нас вот так вот, наверное, прямо вот тут было, тут было. А вот тут, сука, вот там на хрен знает какой высоте, это те же самые клавомышеры, но им айм ассист дали. Вот это, друзья, и есть нейросетка, та самая читовская. То есть снова уясняем для себя, нейросеть не видит через дым, она не видит. Если вас убивает противник через дым, он не использует нейросеть. Почти наверняка, это обыкновенный читер, обыкновенный читак, это читер, ребята. Нейросетка через дым не валит. Нейросеть не видит через стены. Нейросеть не видит не показывающихся там противников на радаре. Нейросеть видит то же самое, что видите вы. Она просто помогает вам целиться. Иногда она работает вообще как аимбот, но это очень палевные нейросетки. А часто она работает по тому же принципу, по которому работает у нас аимассист на геймпадах. То есть она просто доводится до противника, а потом помогает держать прицел на нем. Таким образом улучшая как и само наведение, так и дальнейший так называемый трекинг. То есть сведжение за целью. То есть практически там уже все. Если противник прицел попал, он труп с высокой долей вероятности, если он до этого вас не перестреляет. И помните я сказал, что на самом деле, если хорошего игрока перестрелял другой игрок, у которого есть нейронка, а он не понял. Скорее всего это тоже был на самом деле хороший игрок, но и с нейронкой. Почему? Потому что на самом деле, друзья, поскольку нейронка за вас не двигается, она за вас не думает, она только позволяет вам великолепно стрелять. Ну улучшать во всяком случае вашу стрельбу, серьезно бустить ее. То наверное очевидно и вполне понятно, что если у тебя совсем руки из жопы, реагируешь совсем долго, наводишься какой-нибудь в пятку. Мозгами особо ты как бы, ну ты игру не понимаешь, геймсенса нет, то как бы все-таки чаще всего у тебя хороший игрок, который там выпрыгивает в всяких прыжках при фаерах в пятой, десятой, он тебя будет все равно убивать. Да, именно так. Поэтому для нубитой, для нубитой не аэросетка, но как бы доминировать только над такими же нубитами и не более того. А вот если игрок какой-нибудь уже средненький, например там на алмазе играет в стабильном варфейсе, там на мастере такое что-нибудь, да, такой хорошенький крепенький пацанчик, то вот тут просто колоссально меняется картина. Потому что этот игрок просто за счет очень жесткой стрельбы и задоводки, он уже своего алмаза может на грандмастера вполне прыгнуть. А если игрок грандмастера нейроночку подключит, то как бы все, можно идти на турниры и рвать, потому что там пацанчик-то реально опытный. В этом понимаете и главный бич, потому что нейронку сразу не поймешь, есть она или нет ее. То есть даже если записать геймплей, ну ты просто увидишь чувака, который реально офигенно стреляет. И при этом надо понимать, что палиться он будет только в одном случае. Если он действует как нубас, если он двигается как нубас, ну то есть уровень его стрельбы совершенно не соизмерим с всем остальным. Движением, мышлением, то есть все, вот там все полное дно, а вот стреляет он уже как-то, ну прям хорошо. Ну такое теоретически может быть, все-таки игрок, который совсем плохо двигается и так далее, да, то есть он и стрелять все равно не будет, даже с нейронкой прям супер круто. Ну, кроме как с нейронкой хреново настроенной, которая прям реально как амбот наводится, но там будет палево. А если пацан и так на скиле, и у него нейронка, ты вообще ничего не поймешь. Серьезно, если бы мне, например, поставить нейронку, я бы, хорошо, настроить, что она только доводилась. Я сам сыграю, допустим, и кому-то дам там из друзей, они не поймут. Ну потому что, в принципе, как бы, может быть не божественно, но стрелять я умею, мозголом и ставлю. Какие-то красивые моменты там на РМе могу делать. Ну просто у Руктагина залетает. Ну, где такое бывает, я могу там и на мастерах, на грандмастерах играть, и все залетает, да, прекрасно, охрененный счет, там, команду тащим, все. То есть, отличие будет в том, что у меня залетать так будет практически постоянно в большинстве каток. Оно будет залетать, оно будет классно, оно будет круто, ну и может быть кто-то заметит, блин, наводка лучше стала, круче стал стрелять. Но если все правильно настроено, никто даже и подумать не сможет, что это читы. В общем, какая-то такая ситуация получается. Опытный игрок другого опытного игрока с нейросеткой и не заподозрит, возможно, даже. Ну а для Нубито, любой игрок, который с двух метров в сарай попадает, это автоматический профессиональный нейросетевик. И получается, единственное, что может как-то условно, опять же, задетектить, заподозрить серьезного игрока в использовании нейросети, это другая нейросеть. Причем она делает это как бы тоже визуально. Та видит экран, эта видит экран и как бы вот так оно происходит. То есть она ее даже не программно обнаруживает, как я понимаю, за исключением каких-то, может, уязвимостей. А надо каким-то образом получить доступ к экрану, может как-то есть какие-то возможности технические, у администрации отслеживание. Там нейросеть посмотрит, как, типа, прицел на экране наводится, переводится, пятое-десятое, и на основании этого сделает какие-то выводы. В общем, непросто. Погоди, Рокватагин, если эта нейросетка не вмешивается в клиента игры, то как доказать факт читерства? И это вопрос, капитан очевидность, на самом деле. Вопрос, которым задаются многие. В самом деле, если нейросеть не обнаруживает именно программно другую нейросеть, то есть не видит каких-то хвостов от нее, там, да, то есть античит не видит нейросеть, она вроде как процесс игры не вмешивается, понимаете? Не вмешивается вообще, она, как я понимаю, работает по принципу, там, карты видеозахвата или монитора. То есть на нее дублируется то, что происходит на мониторе, и она именно по картинкам понимает, что происходит и помогает, отсылая, собственно говоря, команды на ваше игровое устройство, на вашу мышь, помогает вам целиться. То есть, а им ассист получается. Доказатель использования нейросеть явных нет. И не поверите, это совершенно не проблема, друзья мои, вы хорошие, вы одни, ну совершенно не проблема. Просто дело в том, что в лицензионном соглашении, кстати, не только Warface, а практически всех бесплатных шутеров современных, даже самых популярных, типа там, Epyx Legends какой-нибудь, там, Warzone, там, вот это всё, Fortnite, там всё чётко написано. Чёрным по белому, белым по синему, смотря какая игра. А написано там, что аккаунт вам, друзья, вам, вот вам, мне мой аккаунт, он не принадлежит, не принадлежит. И там написано, что владелец этого аккаунта, это какая-то, ну, компания, у которой вы, собственно говоря, играете в игру, там, Mail.ru, например, там, сейчас, Astrum Entertainment, там, Electronic Arts, Activision Blizzard и так далее и тому подобное. И фишка в том, что эта компания на своё усмотрение, там всё прописано, в любой момент может прекратить предоставление вот этой игры вам, то есть сервиса. Она вам просто вот захотелось им, и всё, это законно, абсолютно. То есть, если вы пойдёте в суд, Ноки, такие, типа, мне в Warface что-то не нравится, там, я в суд пойду, и чё ты пойдёшь в суд, и чё, чё, ты пошёл в суд, что? Там ты прям, ты прям принял в своё время лицензионное соглашение. Там написано, что, как бы, бабки заносишь, это донат, это пожертвование, вот, взял ты, пожертвовал, тебе захотелось в игру. Ты ничего у них не покупаешь, вот, юридически ты в Warface ничего не покупаешь, в Call of Duty ты тоже ничего не покупаешь, ты можешь саму игру купить, понимаешь? А если игра бесплатная, там, Warzone, например, да, там, Apex, Warface, то есть вот такие игры, которые вообще по условно-бесплатной модели или полностью бесплатной, free-to-player распространяются, там вообще всегда пользовательское соглашение построено так, что, как бы, тебе ничего не принадлежит, как бы, и всё, и сосите писю. И всё абсолютно законно. То есть, по сути, чисто теоретически, на самом деле, ну, если будет очень много жалоб на игрока, если нейросеть, как бы, проверят раз, два, три, десять раз с помощью ещё какой-нибудь нейросети проверят, и всё будет говорить против игрока, там, он супер-жёстко наводится, нейросеть говорит, да, это 100% нейросеть, проверяют ещё какой-нибудь, там, может быть, нейросеть, и так, говорит, тоже, да, это 100% нейросеть, всё, досвидули. Да, дорогие друзья, именно так оно и бывает. Поэтому рассчитывать на то, что, типа, да вот, я в процессах, там, не палюсь, моя нейросетка, она в процесс игры, как бы, в клиент не вмешивается, да всем насрать, на самом деле, ребят, я вас умоляю. С точки зрения закона, забанить вас, это абсолютно никак не мешает. Конечно, я не сомневаюсь, что всё-таки будут разрабатываться методы, которые, на всякий случай, будут предоставлять какие-то возможности, как-то, вот, находить всё-таки эти процессы, может быть, всё-таки пойдут путём валоранта. То есть, будут прям капитально сканировать всё, что происходит на компьютере, то есть, прямо мониторить всё это. Может быть, будут мониторить, может быть, и не будут. Вообще, чисто теоретически, я вам расскажу, как, по идее, нейросетка может работать, это моё мнение. Я практически уверен, что это будет способ, против которого, ну, будет только другая нейросеть работать. А чисто вычислительным процессом, то есть, вычислительным, говорю, сканированием, вы ничего вообще не добьётесь. Если вы читерите валоранте, это моё мнение, как бы, я, я вообще не шарю, это ни в коем случае не инструкция, просто моя догадка техническая. По сути, друзья, ну, это такой странный способ читерства, который потребует двух компьютеров, а также карту видеозахвата. Профессионально, вот, которая использует, там, Авермедиа, Эльгато всякие, вот такое. Принцип тот же, как люди играют с одного компьютера, а стримятся всё с другого, чтобы нагрузка на этот была минимальной, практически отсутствовала. Короче, к вашей видеокарте, вот, к вашей видеокарте подключается карта захвата из другого системника, с другого персонального компьютера. И изображение с вашей основной игры дублируется туда, именно так, именно туда дублируется. Там всё это обрабатывается нейросеткой, и вот единственный вопрос сложный, как с того компьютера на этот компьютер подать сигнал мышке. Но я думаю, на самом деле, USB-USB, какие-то варианты есть, и технические специалисты до этого допедрят. Вот если будет такой хитрожопый нейросетевик, то, блин, я не знаю, чисто вот по закону, вот именно по процессу, по внедрению в клиент, вычислить его, наверное, действительно, брудит практически невозможно. Однако, надо понимать, первое, такой нейросетевик, как бы, если такие будут какие-то извращенцы, новаторы, блин, прямо гики, которые так заморочатся, это их будет мало, потому что это дорого, как минимум, это дорого прям, два компьютера для читерства задействовать, это какое-то странное решение. Ну и кроме того, как вы понимаете, опять же, никто не мешает, на самом деле, вас забанить. Если нейросеть определит, что это нейросеть, проведут какие-то дополнительные тесты, там, пятое, десятое, анализ, и поймут, что да, это нейросеть, вас всё равно забанят. Вас всё равно, ребят, забанят. Поэтому, как бы, возможно, все вот эти потуги всё равно пойдут прахом. Поэтому, с одной стороны, реально существует проблема доказывания, с другой стороны, лицензионное соглашение в современных многопользовательских играх, не только шутерах, не оставляет никаких, в общем-то, шансов, если разработчик всё-таки захочет вас забанить, потому что, в принципе, он по закону вас может забанить, потому что, сука, вот так ему захотелось, и такая вот погода в Зинзибаре, и такое положение звёзд над ними. И он вас даже не должен об этом как-то дополнительно уведомлять, кроме как вы забанили. То есть, почему, как? Они могут просто ответить, идите на... Вы нарушили правила, вот именно так, и всё, и этого достаточно с точки зрения закона. Занятная тема, Аркутагин, спасибо. Действительно, было интересно послушать. Кстати, как ты думаешь, это сильно вообще повлияет на индустрию? Ты знаешь, капитан, очевидность, пока говорить рано. Сильно ли вообще вся эта ситуация, друзья, с нейросетями повлияет на игровую индустрию? Там, на шутеры, будет нашествие нейросетей... Оно будет, да, нашествие нейросетей, оно происходит прямо сейчас. Но, это, понимаете, проблема из того же разряда, как в Warface, там, 13-го, 14-го, может, 15-го года, читы. То есть, да, они были, да, их было много. Да, мне было страшно. Но всё равно их банили, со временем ещё лучше стали банить. То есть, как бы, эта проблема не такая, как её некоторые пытаются преподнести. Типа, всё, вообще, мультиплееру хана, он погиб, всё пропало. Нет, пользовательское соглашение никто не отменял, забанить могут, ничего доказывать не будут. Если просто нейросетка хорошая, там, отработанная в будущем, будет чётко говорить, да, это нечестный игрок. Всё. Бано, бано, бамбалейло. Конечно, будут разрабатываться, совершенствоваться, там, набираться опыта, новые нейросетки. Они будут, так сказать, интеллектуально, искусственно, интеллектуально развиваться. Но, как мы понимаем, на каждое действие есть противодействие. И будут, соответственно, нейросетки, которые будут отслеживать эти нейросетки. Они тоже будут постоянно обучаться, будут развиваться. И тут надо понимать, что с нейросетями, возможно, преимущество, причем значительное, будет иметь тот, у кого больше мощности. Ну, естественно, у людей, которые, собственно говоря, разрабатывают, распространяют игры, у них мощностей компьютерных, железных будет куда больше, чем у большинства тех, кто разрабатывает и продает какие-то читерские программы. Хотя надо понимать, ситуация может быть немножко и другой. Какой именно, пока не знаем, но всякое может быть в общем-то. В общем-то, друзья, что можно сказать? Это новая эра, это новая эра не только в играх, это просто новая эра в технологиях. Ну и, возможно, вообще это новый этап человечества, серьезный. Не исключено, что развитие искусственного интеллекта даст такой же, прямо, толчок в прогрессе, как в свое время, там, какая-нибудь неолитическая революция. Я бы исключать такого расклада, друзья, точно не стал. Если вдруг завтра к вам подойдет какой-нибудь здоровый, угрюмый мужчина и скажет, мне нужны твои сапоги, куртка и мотоцикл, предлагаю проверить его на всякий случай нейросеткой. Ну а в целом, друзья, печальться не надо. Технологии современные с искусственным интеллектом есть не только у тех, кто нарушает правила, но и у тех, кто, собственно говоря, за соблюдением этих правил следит. И поверьте, там недураки работают, все будет хорошо. Ну а с вами был Рокутагин, Капитан Очевидность и неизбежно наступающий с каждым днем прогресс.